Ну здравствуйте, родные мои. Меня зовут Кромыч. Вот лет 15-20 назад волновался, сейчас уже рутина. Ну вот, летчик жив, полет удался. И Прилепин, обласканный властью, знаменитый писатель, мне перезванивал и говорил, Андрей Владимирович, я хочу еще абзац записать, на что я ему говорил, Захар, кончай, у меня не резиновая полоса. Я тем не менее поправил и сократил. И он глотал это. И знаешь, как Орлуша сказал гениальную фразу. Он сказал, мне 50 лет, а я еще не решил, кем буду, когда вырасту. Он был в ней, и я там делал так. Он нам ржал сначала. Чистяков не знал вообще, он ни ухом, ни рыл, он не знал, что мы делаем этот клип, и получилась довольно, получилась такая странная ситуация. Одинокая я, одинокая, я сижу куда, у глубокого. Я поняла, что я вообще тоже хочу красиво сейчас, чтобы вокруг меня попрыгали, и чтобы у меня были красивые какие-то фотографии. А надо? А зачем тебе в том? Есть предложение разойтись по-хорошему? Которая должна выдерживать открытое пламя, очень высокой температуры. Как лягушки живые. Это чтобы меч можно было достать, если что. Друзья. Ну-ка, чуть не туда. Не, не буду. Вот в той ситуации, которая сейчас сложилась, после ареста посирается, а потом осуждение, ну, такое вот сотрудничество с властью, оно невозможно, некорректно. Ризма, то есть там есть и море, и клубы, и рестораны вкуснейшие, то есть это одна из самых вкуснейших стран в мире. Сейчас мы варим холлоновский эль. Вернее, как бы варим основу для того, чтобы сделать холлоновский эль. Воплощение вот этих страшных слов мы, Сергея Петровича, видим вот в этих пациентах, которых бьют, потому что они спят на скамейке или потому что он плохо пахнет. Дело в том, что хороший винный бокал обеспечивает как минимум половину, а то и больше правильного, хорошего восприятия вина. У людей, которые снимаются и выпивают у них, появляется особое выражение лица, которое не очень хочется видеть на фотографиях. Я же не могу, например, тебе сказать, ты меня бесишь. И в большинстве случаев, как только дело доходит до того, что девчонка уже чутила, ну, открыто предлагают, давай приезжай, пока сливать. Почему? Они считают, что либералы, они такие, значит, мы вам руку не подадим. Да подадим, мы толерантны. Либералы-то, они толерантны, забыли? ЖЖ бы они точно так же закрыли и прихлопнули, если бы в 2008 году суп бы его не выкупил. Мы не выбирали, мы изначально Путина не выбирали, его Ельцин назначил по большому счету. И вот она стоит в вывернутой шубе, и Ксения Собчак, моя подруга, едет спасать, а вот тут митинг, и там Полина Дерибаска, и Ульяна Кочетурова в шлях. Ну это окшемарон. Можно ли там у вас пройдет, отрекламировать какой-то секс-шоп, нижний миль или что-то еще? Я с пеной рта доказывал, что в моем блоге рекламы не будет. Просто вот так вот он, секс-машины обычно присылает. Ты молод? Это пройдет! Проходит жизнь! Проходит жизнь! Ты бы хотел снова прожить жизнь? Он говорит, еще много раз, как я прожил. Вот это счастливый человек. Зато у меня теперь постоянно удовлетворена тяга к безумному покупательству. А у меня какой-то вечерний кинозал. Потому что вообще говоря, философия в том виде, как она сейчас существует, это развлечение для физиков. Социальная группа топ-менеджеров не подозревала, что в нашем государстве есть социальная группа топ-менеджеров. Да. Одни там какой-то, ну вот, мед тебе льют просто там, а вот именно там пришел, человек сказал там, типа, да говно! Давай другое, ты уже там мажешь. Как-то раз я вышла из самолета, забыл закрыть забраво. Все советское говно вернули, а чтобы было хорошее советское, они взять забыли. Проиграли, не победили, не принесли нам призы в страну. Как это абсурд. Когда пишешь и даже не понимаешь, читает ли это кто-нибудь, нужно ли это кому-нибудь, и как читатели к этому относятся, то, ну, тут не очень понятен смысл это. То есть вот, когда бомбы начали падать, вот это самый страшный момент. Фух, слава богу, кажется, мы это пережили. Чего они все хотят от тебя, присяжные, с мониторами вместо лиц? Чего-то такого экстренного и важного, эффектного самострела в режиме Блиц. Когда меня спрашивают, кто в профессии, я говорю детский драматург. Потому что, ну, потому что это здорово звучит. И потому что это забавно. Какой-то татуированный хрен с бородой, совсем не похожий на детского драматурга, вдруг детский драматург. Я про блогера ничего не могу сказать, я не пользуюсь интернетом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова